Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и, конечно же, писать хорошие, добрые, веселые, интересные комментарии. Ну что, ребята, у Лёльки, вы знаете, то густо, то пусто. На данный момент очень, я бы сказала, густо. Вот Лёля, кстати, тот самый человек, у которого, ну, нет никакой золотой середины. То есть у неё бесконечные крайности. И вот у Лёлькиных хомяков, о чём я говорю уже на постоянной основе несколько лет, сколько снимаю на поберуху, у них тоже, ребят, нет никакой золотой середины. У них тоже одни сплошные крайности. Либо рожаешь, либо делаешь аборты. О предохранении в 21 веке не-е-е, не слышали. И слыхом не слыхали, да, не слыхали, не слышали, не слыхали. В общем, ничего, как говорится, да. Сидим, ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. И вот с роликами и со стримами на Ютубе у Лёли всё точно так же. То Лёля неделями не кажет носом, то появляется, прямо, знаете, выскакивает каждый вечер со стримами, да, каждый день ролики, как чёрт из табакерки, и начинает себя показывать и рассказывать. Я ещё не успела обсудить вчерашний стрим, но я говорю, я загуляла, да. Мы вчера принимали гостей, встречали, плюс мы за городом, вот, плюс у нас там по три раза в день ходим купаться на море на наше. В общем, у нас веселуха, шашлыки туда-сюда. Ну и, собственно, понятное дело, это, конечно, отрывает, ребят. Вот вся вот эта вот, знаете, вот эта вот атмосфера, лето, тепло, жара, купаться туда-сюда, конечно, это не настраивает ни на какой рабочий лад. И я, если честно, вот мне иногда пишут, ты такая вообще, ты там по семь роликов каждый день, ребят. Галка нынче не та. Да, ну, что хочу сказать, не всегда, я не всегда такая. Я могу спокойно взять себе два выходных, да, я могу там спокойно раз в неделю взять себе выходной от Ютуба, то есть, ну, как бы это даже не обсуждается, потому что, ну, это же жизнь, правда, её же тоже нужно как-то наслаждаться этой жизнью и так далее. В общем, ладно, не обо мне речь, как говорится, речь, конечно, о лёльке. Звязда у нас тут поберуха, о лёльке ведём речь. Так вот, обратите внимание, вот она сегодня вышла на стрим под названием, так даже записала, оба считают себя отцами или отцом, а я и рада. И вот, ребят, смотрите, в прошлый раз, когда, кстати, приезжал к ней Шурик, вот в предыдущий раз, лёля так часто не выходила на стримы, так часто, ну, не выходила, нет. А вот сейчас она прямо вот каждый день старается выходить на стрим, старается что-то выкладывать. Я так понимаю, ей очень сильно нужны деньги. Понимаете, одно дело содержать было себя и своих детей, на которых она практически по большому счёту ничегошеньки не тратит. Ну, так, знаете, по остаточному принципу. Другой момент, когда у неё появился в хозяйстве ещё и суповой набор со своими детьми, да, которых теперь тоже надо как-то им оплачивать эти алименты, и всё на свете. Плюсом, ко всему прочему, появляется ещё и Шурик. Лёльке хочется ещё и Шурика ублажить и какие-то подарочки подарить. И вы знаете, я, кстати, не удивлюсь. Если Шурик, работая, приезжая к Лёле, типа, приезжая к Лёле, а, значит, как раз-таки проводить время с их совместной дочкой Варей, я не удивлюсь, что она Шурику платит какие-нибудь денюжки за работу. Вот честно, зная по беруху, не удивлюсь. Опять же, платит с каких шишей? Правильно. Платит с денег ведроголовых хомяков. Не удивлюсь, если платит игришки. Ну да, то у них это в порядке вещей. Понимаете? То есть где-то семья – это семья, а где-то семья – это только исключительно товарно-денежные отношения. Ты мне, я тебе и, собственно, вот такие высокие отношения, ребят. Ну что, Лёля вышла, и опять ей нужны деньги. Деньги нужны на коровник. На самом деле, как я всегда говорю, Лёльке уже не имеет никакого значения, без разницы. Вот на что она будет просить, да? На памперсы, на какие-то трусы, на какие-то лифчики, на какие-то платья, шмать, я там, на все, что угодно. Не важно. Вот лишь бы просто просить. И опять Лёля начинает жаловаться про маленькие зарплаты на Ютубе, про то, что она блогер, да, про то, что нет пособий. Рассказывает, сравнивает себя, значит, на дзене, когда она пишет статьи и ролики пишет на Ютубе и говорит, ну, мне ролик на Ютубе написать вот не составляет никакого труда, но, говорит, у меня все, как правило, упирается во время. То есть у меня, говорит, времени нет. А я, ребят, если честно, не понимаю этого момента, когда ты сидишь и говоришь о том, что ты блогер, но если ты блогер и считаешь Ютуб своей работой, вот, допустим, Ютуб для меня это моя работа. Я никогда, знаете, вот как некоторые блогеры, мы пришли, вот просто тут, вот, знаете, да, все пришли, все монетизацию подключили, но все пришли, никто, вот, знаете, редкие случаи, когда люди признаются, что они работают на Ютубе. Я вообще не понимаю, что в этом зазорного говорить о том, что ты работаешь. Что, когда меня там пытались шпынять, там, ой, сидит там, клепает. А вы попробуйте, как я. Три с половиной года по семь роликов. Да у многих из вас кишка тонка. Привыкли на все готовое, на халяву, и хочется все и сразу. А так не бывает. А еще и три с половиной года удержать свою аудиторию, да. И потом, понятно, кто-то подписывается ко мне и смотрит только по беруху, кто-то смотрит только колес, кто-то смотрит только уралку, кто-то еще у кого-то смотрит, да. А мало кто смотрит, абсолютно всех. Правда, есть такие зрители, которые мне пишут о том, что, Галь, мы вообще, говорит, не смотрим никого из твоих подопечных, но смотрим всегда все твои обзоры. То есть вот люди приходят конкретно на меня. Конечно, это очень приятно. Но в любом случае, ребят, вот я не понимаю, честно, ты говоришь, что Ютуб – это твоя работа. Ну тогда работай на Ютубе. А то получается как-то странно. Ютуб – моя работа, но у меня нет времени на работу. Это как вы мне объясните, пожалуйста? Вот я, допустим, не выйду день, да, и то я где-то, вот, эх, блин, а вот меня люди ждут. А мне там уже написали, в личку написали, на почту написали, Галя, а у этих вот это случилось, в телеге там накатали уже. Галя, а у этой там то случилось, у этой то. А вот тут вот это. И ты понимаешь, что чем, вот день я не вышла, а уже информация выше крыши, и уже мне сложнее, сложнее нагнать все это дело. А тут Лёлька всегда говорила, что Ютуб – это ее работа. Я что-то, если честно, такой работы не понимаю. Ее статистика, опять же, раз в неделю Лёля выкладывает ролики. Вот сейчас приехал Шурик, она выкладывает раз в три дня. Скажите, пожалуйста, что это за работа такая? Один ролик раз в три дня. А чем тебе сейчас сложно? Вот она говорит, да, вот мы все сейчас сидим дома, сейчас жара, а кто тебе мешает тогда работать и каждый день выкладывать ролик на Ютубе? Кто тебе мешает это делать? Ну, раз это твоя работа. Честно, я что-то не понимаю. В моем понимании, если ты работаешь, значит, ты работаешь. Значит, у тебя должен каждый день выходить твой контент для твоего зрителя. Ну, как выкладывают очень многие, кстати, влоговые блогера. Очень многие. Далее. Далее Лёлька сидит, опять жалуется по поводу пособия. Ребят, задрала уже, если честно. У меня уже, знаете, скоро уже мозоль образуется на языке. Из-за этой поберухи. Вот, ладно, там я. Опять про эти звания. Мать-героиня, не мать-героиня. Про пособия. Ладно, там я, шваль подзаборная. Я недостойна пособий. И так далее. Боже мой. Вот, видимо, так меня называют те, кто выходит замуж исключительно девственницами. Ну, конечно, она это дело, естественно, простебала. Она прямо так, знаете, с такой долей ехидства это сказала. Поберуха, прикинь. А есть и такие, которые выходили замуж девственницами. Да. И это, кстати, было абсолютно нормально. А когда-то, ну, конечно, достаточно уже давно, так скажем, да, несколько десятилетий назад, наоборот, когда девушка выходила замуж не девственницей, то это был великий позор. Но, видимо, поберухи об этом бабушке и маме не рассказывали, да, ни бабушка, ни мама, никто не рассказывал. Поэтому Лёлька с легкостью, друзья мои, предоставила свою подружку-ватрушку. Этому, господи, Гене хотела сказать, всё уже смешалось. Ха-ха-ха, друзья мои, Борису предоставила, да, хотя даже, даже невзирая на то, что Борис был женат. Ну, зашибись. Прям такая, знаете, скромница, тургеневская девушка, да, тургеневская девушка, глядя на Лёльку, отдыхает. Далее Лёля начала говорить, да, вот там про деньги, про миллион, да, скажите, да, кто бы там родил 10 детей, да, вот и так далее за миллион. Она говорит, ну, хоть бы, вот хоть бы квартирка у нас там была, хоть бы квартирку в Тамбове заиметь. Вот детки же учатся, вот сейчас Лёшка учится, вот он там же снимает, а была бы наша, вот детки бы там бы вот всё-таки бы жили. А мне интересно, как бы у тебя там дети учились и жили в квартирке, если бы это была какая-нибудь однушка или двушка, когда у тебя дети идут там практически, да, там Саша, Даня, София, Матрона, Настя, там уже один за другим. Как они там, что они там в пятером или в шестером будут жить в этой однушке или в этой двушке, мне просто интересно. И вообще, ребят, вот эти Лёлькины, знаете, то, что она прибедняется постоянно, противно слушать. Папируха, мы помним прекрасно то самое время на Ютубе, прекрасное было время, когда была монетизация, в том числе и от российского зрителя. Сейчас от российского зрителя не идёт ни копейки, это, конечно, очень тяжело блогерам. Обзорщикам выживать вообще очень сложно, то есть если влоговые блогеры могут взять рекламу и за рекламу, за рекламную интеграцию получить хорошие деньги, то обзорщики этого даже не могут сделать, потому что к обзорщикам, как правило, не обращаются за рекламой. Крайне редкий случай. И, собственно, да, мы помним те времена, когда Лёлька с одного канала «Деревенский дневник» на Ютубе, вдумайтесь, без донатов, получала миллион-миллион двести ежемесячно. Скажите, пожалуйста, вот получая так даже пару-тройку лет, могла Лёля купить квартирку в Тамбове вот несколько лет назад? Это могла, конечно, и не одну. Пару-тройку штук, да, сделать там хороший ремонт, всё сделать нормально и так далее. Могла. И я не удивлюсь, что у Лёльки есть жильё. Но у Лёльки такая позиция по жизни, надо прибедняться. Далее, друзья мои, Лёля начинает рассказывать о том, что, вы знаете, вот, вот, мол, так и так. Кстати, ребят, вообще, поберуха, вот, вы понимаете, насколько она завистливая, да? Помните про ту семью, про которую Лёля нам рассказывала, что вот ей-то вот не видать миллионы рублей и звание мать-героиня, как своих собственных ушей. Но Лёля нам постоянно на стримах рассказывала о том, значит, что есть некая семья в Тамбовской области, которая как раз-таки получила это звание, мать-героиня, получила, соответственно, деньги, получила всевозможные вот эти плюшки, да, регалии и так далее, и она говорит, вы знаете, то есть она провела практически целое расследование. Она говорила, я рада за эту семью, я очень рада, вот я не получила, значит, есть люди более достойные, нежели я и так далее. Оказывается, Лёльке спокойно на жопе ровно не сиделось. Ей, вы знаете, вот, работать некогда, ролики на Ютубе снимать каждый день, не-не-не, некогда, это ж надо работать, это ж надо постараться, правильно? Зачем, ребят? Конечно, проще сесть на стрим с протянутой рукой, да, опять же, опять же, понятное дело, люди сидят сейчас на стримах, стараются и так далее, да, все понятно, каждый пытается заработать как может, и это нормально, да, когда люди там выставляют донаты и так далее, но позиция поберухи, мы с вами ее знаем уже просто как облупленную, да, мало того, что она выставит этот донат, она еще там 255 раз за этот стрим скажет про этот донат, еще всех и заставляет, еще и начинает шантажировать, да, вот у меня дети, вот я не рожу, вот я туда, вот я сюда, если не дадите, я там пойду повешусь, мыло-веревка у меня уже в кармане, все, а-ля Улю, смотрите, я сейчас прямо перед вами, тут, как говорится, сейчас буду изображать. Так вот, Лёля провела расследование и говорит, а вы знаете, вот про ту семью, которая получила вот это звание мать-героиню, а они, говорит, вообще-то по всем критериям не подходят, да, говорит, у них нет ни медалей, я когда-то услышала, ребят, я валяюсь, ни, говорит, завоеванных определенных мест, ни грамот, ничего и так далее, эту семью, говорит, просто уже награждали в 13-м году, там то ли домом подарили, то ли еще что-то она сказала, а у них, говорит, уже, говорит, просто, говорит, рядом с ними поставили жирную, жирную такую, говорит, галочку, да, жирную галочку, галочку жирную, вот, и это, и, говорит, и вот, что, типа, они достойны, вот, она говорит, нет-нет-нет, я ни в коем случае им не завидую, но почему, говорит, другие в таком случае недостойны, они не лучшие из лучших. Ну, это понятно, Лёля. Мораль всей басни такова, все ясно, достойно из достойных, это, конечно же, ты, мы уже поняли, что ты самая достойная из всех достойнейших. О, самая достойная, да, друзья мои? Я что-то про медали вообще не поняла, про вот эти, знаете, незавоеванных мест, это она что, имеет в виду грамоты, вот эти вот, которые просто давали за какие-то там 10-11 места забеги на лыжах? Про медали, ребят, у нас в первом классе, вот сейчас тоже ребенок отучился, первый класс, крас-крас, да, слава Богу, добили, как говорится, да, за только начало, всем выдали медали. Как некоторые родители, моему там по окончанию начальной школы в четвертом классе выдали там грамоту. Ничего, что всем выдает по окончанию начальной школы, всем выдает грамоты, да, вот нашему тоже медаль выдали, как, собственно, и всем остальным в первом классе, всем выдали по медалям. Ну, это же не та медаль, про которую мы с вами говорим, да, это же не золотая, не серебряная медаль, которую люди прямо, знаете, грызут этот гранит науки, да, если она имеет в виду свою Женьку, кормящую медалистку, дочку, Лёль, ты бы лучше бы хавальник свой закрыла, вот честно, это даже противно слушать. Ну, такая наитупейшая из наитупейших. Я, честно, никогда в жизни не могла подумать, что человек может реальное, когда своим знакомым, друзьям, родственникам рассказывал этот прикол, все смеялись. Они говорят, да ну, это, говорит, вранье. Я говорю, нет, это не вранье. Когда Женька, получившая золотую медаль, сказала, ребят, что столица Германии это Гитлер, ну, все тут вообще, тут на человеке можно вот так вот крест сразу поставить, да, или помните, как Бузова говорила, когда ей задавали вопрос. Я, кстати, к Бузовой хорошо отношусь. Я как раз-таки ребенок, Дом-2 и так далее, да, но помимо Дома-2 я перечитала всю классику. Я смотрела все фильмы и наши, и своего времени, и советские, и росла достаточно на хороших, на правильных книгах, на правильных фильмах, но дело даже не в этом. Дело в том, что, когда люди элементарного не знают, и так позорятся, про какие, Лёля, ты медали говоришь, мне просто интересно. То есть она уже поставила под сомнение эту семью, мол, та семья недостойная, мы достойны. Какие у вас грамоты, Лёля? Не позорься. У тебя тупое еще тупее. У тебя вообще никто не учится. Два прихлопа, три притопа. Дайте 300 денег. Это все, Лёля, на что способны твои дети. К сожалению.